В этом занятии мы разберем с вами еще два инструмента, довольно-таки деловые инструменты. Первый будет довольно легкий, это убирание эффекта красных глаз. Все мы фоткали когда-то на камере, фоткаем сейчас, будем фоткать и так далее. И у всех есть фотографии следующего типа. В комплекте данного урока идут тоже две картинки, поэтому не стесняемся, перемещаем и открываем их в фотошопе. Итак, перекидываемся на эту девчонку, ну и обратите внимание какие у нее здесь красные глаза. Прям таки вампир. Так вот, что мы делаем. Первым делом вот она, это настройка, инструмент красные глаза. Тут даже в принципе показывать нечего, просто выбираете, выбираете размер зрачка. Ну, у меня так и стоит 50%, я больше-меньше не делал. И затем выбираете величину затемнения. Можете хоть 100 делать, можете хоть 50. Этого разницы особо не будет, но в принципе просто попрактикуйтесь. Сделайте 100, сделайте 50, посмотрите в чем разница. Там она не особо сильная. Размер зрачка будет немножечко больше охватываться, затемнение зрачка и все. Так вот, давайте мы сейчас понажимаем. 50 на 50 я выставил и нажимаю просто в центре глаза. Тут разок и тут разок. Ну и вот, видим, давайте я уменьшу, что глаза стали в принципе даже такие нормальные. Думаю, здесь все ясно. Кстати, можете здесь тоже потренироваться над тем же самым удалением прыщей. Точечная восстанавливающая кисть. Опля, видим, как вы можете хорошо изменить свои фотки. Если там такие какие-то есть. В принципе, даже вот настолько я видел иногда видео на ютубе такие есть. Там, где показывают топ модели, как изменяют. И там походу вообще ужас, что с ними делается. То есть, наизменяют так, что в принципе даже мать родная смотрит и не узнает. Дальше. Теперь более такой интересный урок. Вот такая машина. И в этом уроке мы с вами разберем инструмент штамп. Чем-то похож он на преддействие, своим действием на предыдущие инструменты, которые мы рассматривали. Вот на эти кисти. Те же самые. Но с одним отличием, что он четко заменяет вообще весь фон. И очень подходит для того, чтобы создать копию какого-то объекта на фотографии. И так далее. В этой фотке при помощи инструмента штамп мы с вами нарисуем... Что же мы нарисуем? Давайте мы с вами нарисуем третье колесо нашей машинки. Так, я опять-таки ставлю... Даже, наверное, побольше сделаю. Вот где-то так. Размерчик. Далее идем. Выбираем инструмент штамп. И обратите внимание, что здесь тоже есть настройки. Но нас интересует вот следующее. Какую жесткость задавать мы будем. И если мы зададим такую жесткость, обычную, в 100%, то когда мы... Давайте попробуем. Кстати, действует точно так же, как восстанавливающая кисть. Надо сначала указать, откуда мы будем брать пример копии. И затем ее где-нибудь рисовать. Видим, как все появляется. Только если в варианте с кистью Photoshop старается что-то подделать там. То есть слить фон. То здесь он даже стараться ничего не будет. Он как есть, так и намалюет. То есть это подходит для того, чтобы создавать высококачественные копии на ваших фотках. Итак, я даже пробовал, можно третий глаз себе нарисовать. Или даже два. Смотрится немножко страшновато, но прикольно. Решил не показывать на примере глаз. Но в принципе, давайте попробуем. На примере колеса тоже смотрится довольно интересно. Итак, выбираем размер, ну пускай будет 27 пикселей размер, жесткость 100%. И видим, когда жесткость ставим 100%, у нас кайма по кругу, она идет вот таким макарнсом. Все четко видно. Если мы жесткость выберем, так, Ctrl-Z. Если мы жесткость выберем, допустим, вот такую, в 0%, тут везде в принципе 0. И поставлю я где-то число 15, то нам легче будет это колесо встроить. Потому что если оно будет слишком жестко обводиться, то получается будет видно, что оно как бы дорисовано. А если мы поставим мягкую кисточку, то есть с жесткостью 0%, то Photoshop будет делать мягкие края и будет казаться, что все реально смотрится классно. Итак, хватит объяснений, давайте попробуем. Наведем, ну приблизительно где-то здесь. Выбрал я серединку, если еще кто-то не видел. И здесь, отсюда начинаем рисовать это колесо. Я даже не буду отпускать, обратите внимание, как все рисуется. Третье колесо. Рисуем, рисуем. Вот так вот. Так, дальше поехали. И обратите внимание, сразу сейчас вам покажу, что здесь указывается, где эта кисточка ездит, откуда она берет пример. Такс. Вот так вот. Вообще потренируйтесь, это довольно-таки интересная фича такая. И заодно сразу набьете опыт у себя. А опыт это очень, так сказать, важная штука. Давайте дальше. Коснемся, проедем. Вот так вот. Дальше. Дальше тут, в принципе, наверное, даже все. Немножечко подровняю здесь я. Бокатину. Вот и все. Так, стоять. Вот. Так, сделаем 100%. И обратите внимание, вот такое встроенное колесо в нашу машину. Давайте еще уберем надрезки на дверях, чтобы двери вообще-то и не было. Такс, 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 такс. Что нам надо делать? Выбираем восстанавливающую кисть. Нет, стоп. Точечную восстанавливающую. Это я нам немножечко напутал. И здесь так, 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 так. Указываем пиксели. Я помню, я вам говорил, чем меньше пикселей, тем будет лучше получаться качество. Поэтому я ставлю такую маленькую кисточку. Опля. Еще надо меньше, не вылазит. 7 пикселей. Вот так вот. И то же самое здесь. Давайте мы это все убираем. Нет. Вот так вот. И обратите внимание, вот такая у нас получилась машинка с тремя колесиками. Смотрится довольно-таки прикольно. Поэтому старайтесь у себя. Может, найдете еще какую-нибудь фотку, сделайте. Можете даже, если не страшно, дорисовать себе третий глаз на фотке. Смотрится тоже весьма-весьма классно. Когда на лбу сидит еще один глаз. Итак, в принципе, на этом все. Переходим теперь к следующему занятию. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова